Это очень крутая умная настольная лампа от Blitzwolf, именно умной они ее называют. Модель BW-LT1 и она мне очень понравилась. С вами Евгений, поехали! Комплектацию этой лампы вы только что видели, я на ней останавливаться не буду. Сначала про деньги. Эта лампа из магазина Banggood и стоит она 44 доллара 77 центов на момент записи этого видео. Ее можно купить еще дешевле, вы наверняка все прекрасно знаете, с надежным кэшбэком от Letyshops. Ссылка на кэшбэк будет в описании под видео, так же как и на эту лампу тоже будет в описании под видео. И ребят, Letyshops празднует свое трехлетие, у них день рождения и в честь этого праздника разыгрывается куча призов на 1 миллион рублей. Любителям получить что-нибудь бесплатно, я советую зайти, ссылка тоже будет в описании. Основные фишки лампы 5 уровней подсветки и 4 режима с разной теплотой света под разные жизненные ситуации от 3300 кельвинов до 6200 кельвинов. Лампа, ребят, ну просто очень круто регулируется и так и сяк, и вот так мы ее можем выкрутить. А так же, если она намешает на столе, то мы можем ее сложить вот в такую вот колбаску. Производитель заявляет, что вот так вот можно сделать 100 тысяч раз. Видимо, производились какие-то тесты, я, к сожалению, этого сделать 100 тысяч раз не могу, поэтому приходится производителю верить. Так как это LED-лампа, она очень долговечная и может светить 50 тысяч часов. Это очень, это мега дофига. И если ее просто вот так вот оставить включенной, то, в принципе, ее должно хватить примерно на 6 лет. Грубо говоря, это лампа на всю жизнь. Ну, если, конечно же, что-нибудь другое не загнется. Но я не очень-то и верю, что она будет работать всю жизнь. Что-нибудь там все равно загнется. О, клееночка еще осталась. Здесь стоит 48 диодов, все это прикрыто линзой с фильтром, для того, чтобы свет ложился мягко на поверхность. Световой поток 960 люмен. Ну и максимальное потребление благодаря диодам всего 15 ватт. И, ребята, есть USB для зарядки наших любимых с вами гаджетов, смартфонов, ну и так далее. Этот USB должен выдавать 2,1 ампера. Мы это протестируем, но чуть-чуть попозже. Я специально выключил свет. Теперь мы с вами посмотрим на все эти режимы. Первый режим чтение, второй режим учеба, третий отдых и четвертый сон. Не знаю, конечно, кто спит с лампой. Ну, кто спит с лампой? Я с лампой не сплю. Чем отличается режим чтения от режима учебы? Я вообще думал, что это то же самое. Но здесь они отличаются теплотой света. 6200 кельвинов в режиме учебы и 5300 кельвинов в режиме чтения. А также здесь есть таймер на 60 минут, для того, чтобы лампа отключилась автоматически. Ну и кнопка включения-выключения. И регулировка яркости, как я и говорил. Друзья, я забыл вам напомнить, что в этом месяце у меня разыгрывается смартфон на канале. Конкурс без репостов. Обязательно участвуйте, это не страшно. Ну и давайте, ребят, мы с вами протестируем USB. Он должен выдавать 5 вольт, 2,1 ампера. У меня для тестов есть вот такой вот тестер. Тестер для тестов, круто сказал. И нагрузка. Ну что ж, давайте подключим нагрузку. Ну что ж, ребят, насколько я вижу, она выдает дофига. Это 16 ватт. То есть при почти 5 вольтах, 4,9 вольтаж немножко просел. Она выдает 3,3 ампера. Это 16 ватт. И это дофига, и это очень хороший результат. При том, что Blitzwolf заявляет, что этот пор должен выдавать 5 вольт, 2,1 ампера. Это очень круто. Ну а теперь, ребят, о минусах этой лампы. И минус я нашел всего один. Поверхность глянцевая, и она очень легко покрывается отпечатками пальцев. Если вы будете трогать свою лампу часто, то она будет грязной. Ну а также появились кое-какие царапинки. Вот я уже попользуюсь ей, ну буквально один день. И вот такая вот картина. Ну а что касается остального, друзья, мне все очень нравится. Blitzwolf действительно производит очень качественные вещи. Ну и я эту лампу буду использовать для подсветки в своих видеороликах. Света мне не хватает катастрофически. Тем, кто ищет хорошую лампу, и кому лампа от Blitzwolf понравилась, ссылки будут в описании, ребят. Я могу ее смело рекомендовать. Помоги мне с развитием канала. И обязательно поделись этим видеороликом, если он тебе понравился. Ну а с вами был Женя. Как всегда, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok